доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик 18 ноября с особым выступлением с особым заявлением выступил госсекретарь сша майк помпео историческое выступление в котором он сказал что отныне сша не считает западный берег и поселения в иудеи самарии то есть здесь где я живу в том числе незаконными 78 года госдепартамент считал данные поселения незаконными нарушающие международное право и вот и случилось это историческое событие надо отметить что все мировое сообщество было в шоке на протяжении нескольких часов после данного выступления никто буквально ничего не мог сказать и только постепенно начали мид и с в во главе с и господина маггерини выступили с устным заявлением и сказали что позиция с евросоюза не изменяется по отношению к израильским поселениям и не меняется их отношения но это было только устное заявление надо отметить что появилась позже в сми информация о том что в венгрия выступила с жестким достаточно заявлением случае если ес выступит или выпустит какое-то письменное осуждение израиля то они наложат на это вето и мы видим что наши друзья они все больше и больше просыпается по всему миру россия тоже выступила с достаточно вялым заявлением заявив то что это не улучшает ситуацию не продвигает два государства для двух народов идеи эти с другой стороны палестинцы выступили тоже в шоке сказали что все соглашения мертвые что это все сделка века уже изначально тоже мертвое все это не не ведет к улучшению стабилизации ситуации на ближнем востоке при всем при этом и и даже израильские левые сми и тоже проигнорировали это даже русскоязычные сми достаточно вяло отнеслись и данной новости и это все на фоне того что вы в сша появились определенные слухи что и взаимоотношения между нет анягу и господина трампом и немножко охладились эти слухи были как говорится разбиты и не оставлены были камень на камне от этих слуха потому что мы видим такие теплые теплые заявления которые с одной стороны дают зеленый свет для того чтобы вернуть под наши нашу власть иорданскую долину и в то же время открывает перед нами возможность вернуть под наш тоже как говорится под нашу власть и всю-всю иудею самарию и но при этом мы увидели сразу спустя несколько дней тот же госдепартамент сказал что это не означает аннексию земли аннексию и западного берега с нашей стороны надо сказать и согласиться с господином помпео аннексировать можно только то что на самом деле было захвачено но земля израиля надо на самим всевышним и соответственно она не может быть аннексирована на может быть только возвращена под нашу власть под нашу руководство в этом я согласен с господином помпео но тем не менее мы видим ситуация историческая ситуация которая требует от нас достаточно решительных мер требует от израиля решительных мер заявлений и той же правды сказать правду что вся земля израиля принадлежит еврейскому народу пока что мы не видим пока что это все было параллельно с попытками сформировать в коалицию с дрязгами и политическими дрязгами и это все как-то не очень сработал то есть от нас требуется как говорится в мишне если не я кто-то кто-то кто вместо меня то есть нужно сделать шаг нужно израильскому правительству сделать шаг сказать что это вся наша территория вся наша страна а всем нашим врагам сказать что если у вас есть претензии вы можете обращаться к самому всевышнему полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео и другими видео с друзьями из божьей помощи мы будем свидетелем больших чудес нашей прекрасной цветущей стране всего доброго и до скорых встреч